привет всем дорогие друзья меня зовут ольга рада приветствовать вас на своем канале и я вот хотела прям при вас заняться подрезкой плектрантуса несмотря на то что у меня довольно таки порядочное количество видео именно про этот цветок все равно мне захотелось снять ну чтобы какую-то пользу может быть будет для вас или нет в общем у меня как видно из вот этого черенка растет одна веточка и 2 веточка 2 веточка взяла на себя всю функцию точнее она как главное и она будет расти расти и расти пока я ее не обрежу я хочу ее обрезать вот где-то вот вот в этом размере чтобы они были ровненькие а потом отсюда уже пойдут ответвление возможно пойдет в рост вот эта ветка потому что она как раз таки подрезана вот тут вот пенечек виден и также хочу подрезать вот из этой вот большой вот эту потому что она тоже взяла на себя функцию главной точки роста здесь все вот видите в каком состоянии не хочу чтобы боковая ветка росла в принципе я довольна этим растением и где развиваются веточки просто хочу его привести в более или менее хорошее состояние вот здесь я не удаляю но сейчас при вас удалю нехорошие такие просто вот так вот беру обычным ножиком можно канцелярским можно не канцелярским и удалять поврежденные листочки это ничего сложного это у меня один такой побег ну это веточка у меня почему-то не такая уже обмякшая но все равно по сравнению с тургором другого листа с другой ветки то здесь тоненькая здесь потолще получается обрезаю ровненько просто под прямым углом чуть-чуть отступя от верхней части вот такой пенечек оставлю здесь вот такой будет пускать возможно отсюда корни возможно отсюда воду и оставить не буду сразу же посажу вот для эксперимента взяла агро перлит и посажу в него уже увлажненный буду вот так вот до листочков как раз здесь хорошо и буду использовать пакетик для того чтобы сохранить микроклимат только пакетик по-моему мне нужно побольше взять потому что видите как вот это я не очень-то люблю когда торчат листочки поэтому я сейчас переставлю его в другой пакетик чтобы полностью все закрывала не рассчитала немножко и так же верхнюю часть я обрежу где-то вот здесь вот так вот ну что теперь делать когда он где хочет там и растет это эту веточку обрезанную я поставлю я не обмакиваю ничего здесь сока течения нету такого обильного поставлю вот сюда и полью здесь обычная почва смесь вот так вот вот до листочков здесь думаю что хватит пакетика если не хватит то я и полью конечно же то я обязательно переставлю другой пакетик чтобы соответственно все было закрыто тоже был свой микроклимат поливаю землю так чтобы она более менее охватила веточку которая находится в земле не веточку как стволик который находится в земле вот и все принципе все укоренение я вам показывала в предыдущих видео по этому растению вот у меня до сих пор корневой так сильно не видно но я открываю я не проветриваю я открываю просто для полива и вот тут капельки воды видны а вот здесь вот видно что уже небольшой рост наклюнулся возможно это из-за того что уже пора расти пора расти январь месяц вот такая вот прелесть душистая ужасно когда только начинаешь с ней заниматься пересаживать либо ну в рыхлить землю или вот подрезать то душистость этого растения плектрантуса или домашний мяты разносится по всей комнате укоренение в агроперлите проходит хорошо потому что вот у меня меняется фикус точнее он уже укоренился вот здесь вот видно очень хорошо это фикус неоновый я не подписала сколько он стоит на месяца два-три он уже точно стоит и вот в ближайшем видео я обязательно его пересажу в обычную землю и а также использовала в укоренении в агроперлите это вот такую розочку она китайская роза но немножко отличается нестандартная какая-то не махровая на ну рыжим цветет в общем такой маленький череночек в общем если будут какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока пока